Сестра, мы сейчас помолимся на ужин, тебе перезвоню потом. Господи, помилуй, Господи, благослови за молитвы при чистоте Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе Сыне, Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милость сегодня негрешному, создавленный Господи и помилуй мне. Лично славится грешим, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Руку не надо опускать, я уже говорю, ну перекрестись, поклонись. А руку прижми к себе вот так вот. Вот так. Хорошо. Сегодня в храме неделя прошла, субботу мы были, уже лучше стоят. Девочкам вообще замечаний нет, они ни один раз уже были. Кому были серьезные замечания, сделали отдельно. Они неприличные такие замечания. Ну, помните, а кому как говорили, уже успели постричь что-то. Игры никакой нет. Вспоминай. Бедных, слепых. Есть люди, родились слепые с детства, ничего они не видят. А мы ходим, радуемся, считаем. Их надо помнить. А это мог быть и я. Вот лежит парализованный у нас знакомый Сергеевич, 14 лет. И у него какие боли. У него камни там все раздирает, когда выходит, он говорит, там кровь идет. Такие камни там проходные. Это сказать нельзя. День и ночь. Жара его на деревню в деревню вывозят где-то. Ну, мама только, Татьяна. Ну, не подарит заявление члену нашей общины. Ну, так, как говорится, виртуально. Ну, это реально все. Мы молимся ему, он наш близкий человек. Молитесь. Вот. Мы пошли поем. Сейчас вот, если кто остается, дальше клубника будет, если дождь будет. Малина. Идем мы, черемуху свою рвем. То есть, вот интересно так, в поле будем. Столько мы видим всего. Травы разные. Кому надо домой корень солодки, а у нас бронхов везде. Мы ездили, ходили за солодкой далеко, копали. И потом делят ее. Ну, кто с кем пополам. Вот если они двое, наверное, набрали учебки, теперь пополам. Одна половина в лагерь идет. Потому что это наше. А другую они между собой будут делить. А делят сами. И вот они соберутся, бывает компания, если человек пять, и разложат солодку-то на две кучки. Ну, я загляну. Я говорю, а она больше. Ну, больше снова делите. Если бы положил я, а они сами. И больше, и там больше. Корешки большие, маленькие, загнутые, прямые. Ну, выбирайте. Я подхожу и вижу, помимо. Они на руке взвешивать пытаются, чтобы им больше досталось. Это потеха смотреть только на них. Ну, а потом он ее в пруду моет. Кто был, знаете? Ходили на вас? Вы ходили с нами, нет? Да, ходили. Солодка. Корень солодки. Корень. Он в шесть раз слаще сахара. Осень, как один сказал, говорит, нахально сладкая. И если, главное, пожуешь, она чуть не целый день, потому сладкая. И какая-то такая, это приятность. Вот у тебя сна нет. Вот таблетки-то. Вот заваривай ей, запивай с медом. И тебя... Ну, главное, ни на кого не злись. Чтобы иметь хорошее здоровье, надо некоторых не завидуй, не злись, не ревнуй. Это все эти не отбрось, живи нормально. Ты еще не можешь изменить. А где-то кто-то далеко под одеяло залез, чтобы ему повылазило. Вот тебе и повылазило. А я не спал. А не спал, на работе у тебя как попало идет. Сидел, дремал. Вот тебе и зарплата меньше. Ты Богу доверься. Вот мы приходим, вы нигде не найдете. Я не знаю, если такой храм, где-то и был ли, чтобы люди придя, вот 7 минут до начала, 7 минут заходят, встанем все для молитвы. Все встали. Полная тишина. Вспоминай неделю, как было. А батюшке помолись, чтобы у него служение было законное, как должно. Чтобы он тоже каких-то еще сделал недостатки. Это все ушло у него. И мы благодарим Бога. Эта неделя была у нас очень насыщенной. И все, Андрей, это вот благодаря Роману. Смотри, сколько мы сделали. Это около 200, я посмотрел. Если так дальше будет, Володя, что уже сделал? Ну, Виктор приехал. Уже убрал вот эти. С у наски? Да, Петербург. Если у нас так будет, и мы сумеем это поправить, вот первый мостик-то, остатки свай мы осмолим и забьем на Рыжковском, чтобы бобер подошел, понюхал, попробовал, сказать, фу, какая пакость. За жизнь охота. Он ест такое, все такое, где кора грызет. Вы видели у него какие зубы? Нет. Вот такие вот примерно, как долот. И они все время у него растут. Ужасно смотрели на него. Вот деревья вот такие вот, и он их подпиливает, вырезает. Вот щепки у него вот такие вот, он вот так вот вырезает. Овально. Деревья сколько были там, все повалили. Я сделал, чтобы коровы не проходили, но не острогал еще, он ее пополам перерубил. Он делает за пруду, где река, вот течет медленно, ему мало, ему надо воду поднять. И он делает за пруду, туда камень, на камень под водой тащит. Прямо в луны тащит. Глина замазывает деревьями. И где-то есть там, я считаю, где-то в Канаде, кажется, он сделал дамбу 750 метров. Почти километр. На что он отцеплялся, он их как-то... А мы не можем 6 метров люди с техникой. Я его так любил, но когда он стал вредить нам, моя любовь пропала. Он мой труд погубил, нам многие тысячи рублей. Поэтому несовместимость характера. Он или хатка у него есть, я видел, как строят. Он так любит своих ребятишек. Я видел, когда зимой на него охотятся, его выгнали, ребятишки ползают, кричат, а их добивают здесь. Мне жалко. Но когда вот он меня допек, 3-4 пруда полностью спихнул, а это 250 тысяч рублей у меня ушло. Никуда. Но это мне не нравится. Не нравится. Я видел, как он плавает и так проще. То есть, бывало так, что звери пакости делали, и святые молились, и они переставали это делать. Один поймал эту карту, а ленуха была, она у него вредила. И он наказал, не ходи больше сюда. Я человек, и ты человек, нам надо жить, надо дружно. Она ушла, и больше никак. Один праведник залез в пещеру, холодно, а там лев. И лев его не съел, а он говорит льву, лев, у тебя души нет, а у меня есть. Ты иди мне, найди еще пещеру, а я останусь здесь. Лев встал, потянулся, фух, и ушел. А другой лев ловил всех этих, которые крестные ходы делают. Все время была жалоба. Я на златоусь дал лекарство. Осветил крест и говорит, поставьте там крест. Проходит время, воняет, воняет, пошли, уже патр лежит, мухи съели. Он у меня голубь в Барнауле, повадился ястреб, хищник там, я ловил. Он куриц уберет и тащит, даже большой куриц уброй для него. Ну и мы, два священника тогда у нас, осветили крест. Ребята пошли там, около обеих деревья и повесили там, я написал стихотворение. И видели, только он мимо пролетал, вся община молилась. Больше даже голубяки не разлетит и берет только самых хороших. А она перед ним как балерина. Он гонится за ней, у него скорость раз в 4-5. А она еще переворачивает. Ну представьте, хулиган догоняет девушку, она давай балерина, лебеди на возерданцев, а что? Бери голубь в руками. И он вот такую пакостную делал. И больше ни разу его не видели. Где-то воняет лежит. Так что надо довериться Богу. И с вобрами точно так же. Батюшке сказать, что пошел к пруды осветил. Еще нельзя сделать. И он однажды там написано, как ионики. Заноза что ли попала в глаз. Ну какая-то там гиена. Гиена это очень сильное животное. Они могут льва порвать. Самая мощная щелесть у нее. Ну вот когда я вылечил, она ушла. Нет, потом приносит шкуру козла большую. Он понял, что она своровала. Он говорит, смотри. Он то ли глаза исцелили, или занозы вытащил. Смотри, не делает. Вот мне даешь, что ворован идет. Она голову наклонила, как бы, недовольная, недовольная. Застеснялась и ушла. А Серафим Саровский из руки кормил медведя. И на иконах показано, как. Вот у нас сусники были. Мы их не трогали. Мы обедаем, они под ногами бегали сусники. Видите, ласточка где-то. Заходим, бегаем туда-сюда. Она сидит, нигде околоня не останавливайтесь. Сегодня заглянули, видите, вынул машину. А там вот такая щель была над воротами. Глядя, ласточка внизу сидит. Ну а мы давай литя там, литя. И пропилили, доску убрали, чтобы она залетала. И ко второй ласточке тоже прибили. На червах, чтобы основание-то было. Нам интересно, когда вокруг нас пение. Видели в храме, как летает? Она села парить, все время парит. А потом, вот ребятишки, как они, арты будут желтые развивать, гаманкия называете. Вот все. Побыли в храме. Поблагодарили Бога. Что больше никакого у нас неурядиц не было. Вот кошка лежит, видите, какая. А другая у нас там белая заболела. Не знаю, с чем ее лечить. У нее здесь шерсть вылезла. И там, ну, видно, мокрая. Насте, я сейчас Насте звонил. Сейчас перезвонить надо, чтобы она объяснила вам. Объяснить надо белую. А Геннадий Тихонович, у меня есть хорошая мазь, которую я давала Роману. Возьмите, помажьте. Роману добавлю. Так Роман, что ты? Нет, я вам сейчас дам ее. Помажьте кошку. Мы пойдем, мазать будем. Кошку надо спасать. Она хорошая. Она красивая, красивая такая молоденькая была. А похожа замуж, что-то. Я слышал такой разговор. Один молился и говорит, господи, ну, выбирал, выбирал, какая мне девушка. Ну, видела, ну, красивая, ну, все. Ну, то я искал. Теперь говорит, надо, чтобы послушная она была. Послушная. Ну, вот, как же так, была как ангел. А вот теперь говорит, вышла замуж за меня, ну, как ведьма. До того вредная. И будто в ответ был. Господь говорит, я его создал девы. А женщины вы их сами не любите. Так что, еще есть. Настя, ты кому хотел объяснить это? Иначе он еще или кому? Ну, говори тогда, в принципе. Давай, слушай, отдай мне. Слух, говори. Нет, так, я буду... Ты объясни, в чем причина. Она ветеринар. Мои обвиняют. На государственной пенсиферной работе. Пушистая. Белая, пушистая. Так, тебе отдать ее потом? Нет, нет, заберите себе. Ну, ладно. Благодарю. Все, за стол, садись. Нет. Хотя, кто его знает? Может быть, и беременна. Нет. Слушай, она брызгает. Она гулялась, гулялась. Слушай, она брызгает. Ой-ой-ой. Пойдем, давай, давай. Сейчас, внутри. Садись. Сейчас. Слава Господу.